Всем привет! Сегодня делаем огромный цветок. Нам понадобится очень много бумаги, клей, картон, металлические муфты, болты и гайки. Для начала вырежем три картонных круга диаметром 50 сантиметров. Круги склею, соблюдая правила креста. То есть ребра картона нужно совместить крестообразно. Если у вас есть мебельный степлер, скрепите круги по окружности. Круги готовы, займемся креплением. Это может быть что угодно. Я сделала из того, что нашла, покопавшись в ящиках с инструментами, а именно две металлические дуги, болты и гайки. Дальше все просто. Проделываю дырки в кругах и привинчиваю дуги на болты. Надеюсь, это были ненужные детали для мужа. Крепление готово. Круг в сторону, беремся за бумагу. Справедливости ради скажу, что не знаю, сколько бумаги в этот раз уйдет на цветок. Каждый раз получается по-разному, но не меньше 8-10 рулонов. Каждый цветок как новый эксперимент. Цветок будет яркий. По традиции работаю с итальянской бумагой плотностью 180 грамм. Рулон сразу разрежу на три части. 1 метр, 1 метр и остаток. Каждый раз он разный. В этом рулоне это 32 сантиметра. Маловато. Запаситесь хорошими ножницами. Резать будем много. Все полотна делим на 35 и 15 сантиметров. В итоге получится 6 частей по 15 и 35 сантиметров. Отрезки 15 сантиметровые пока уберем. Работаем с отрезками 35 сантиметров. Метровый отрезок. Определяю лицевую и изнаночную стороны. Складываю пополам и на три части. Получили ширину 16 сантиметров. Прорезаю с обеих сторон не до конца. Оставляю непрорезанными 5 сантиметров. Вырезаем лепестки. Форма лепестка абсолютно произвольная. Нет здесь шаблонов. Можно просто полукруг. Это совершенно не важно. Если что-то не понравилось, всегда можно исправить. Собираю в мелкую складку и немного покручу. Низ лепестка в обе стороны, верх лепестка в одну. Если не хватает детализации, можно сделать прожилки, а можно не делать. Каждый лепесток аккуратно растянуть. Если ваши ногти под лаком, то нет проблем. Если нет, ногти будете мыть долго. Все. Лепестки готовы. Аналогично поступим со следующим метром и остатком от рулона. Все лепестки из первого рулона подготовлены. Сложим в корзину и в сторону. Рулон номер два. Разрезаем его аналогично, только весь рулон сразу на 35 и 15 сантиметров. Ножницы, правда, еле выдержали. 15 сантиметров в сторону. Полотно 35 сантиметров разделим на две части. Сложим первую половину пополам. Полотно 35 сантиметровое разделим на две части. Сложим первую половину пополам. Еще раз пополам. у меня получилось 15 сантиметров вырезать лепестки будет легче форма лепестка на ваше усмотрение прорезаем с обеих сторон не до конца оставляем 5 сантиметров лепестки собираем в мелкую складку и покрутим в разные стороны у основания и в одну у кончика расправляем и растягиваем если нужны прожилки делаем но забегая вперед скажу прожилок будет практически не видно первая партия готова работаем со второй половиной для разнообразия можно уменьшить лепесток сложим пополам и на 3 части получила 10 сантиметров лепесток вырежу без выпендрежа просто полукруг упс не прорезала бывает пора режем лепестки оставляя 5 сантиметров собираю и закручиваю каждый лепесток растянуть и придать форму думаю что производством заборных лепестков из этого отрезка стоит считать законченным берем следующий отрезок делим его пополам и повторяем все то же самое все лепестки готовы второй рулон израсходован предлагаю заняться фиксации лепестков на форму лепестки у нас двух размеров один побольше другие поменьше на нашу клей на форму отступив 1 сантиметр от края сначала клею лепестки побольше немного присборяю следующая лента тоже с крупными лепестками стараясь не обжечься клеем на основу немного присборяем только начали цветок а он уже не помещается ни на столе не в камеру если в процессе лепестки отошли подклеиваем заполняю пустоты у меня финальный заборчик первого круга все цветок готов шучу первый круг завершён перехожу ко второму лепестки теперь пойдут поменьше если остались большие пустим их в перемешку с теми что поменьше я лепестки разрежу по одному мне так удобней лепестки клею сместившись вниз на полтора сантиметра стараясь попадать между лепестками предыдущего ряда при наклеивании лепестки немного присборяю второй ряд закончен оставшиеся лепестки пущу на улучшение то есть подклею их там где образовались пустоты и прорехи все лепестки закончились убираем эту ромашку в сторону следующий третий рулон бумаги отмеряем и отрезаем 1 метр и сразу еще один метр и остается остаток 44 сантиметра берем метр сложим для удобства и разрезаем на 15 и 35 сантиметров лента 15 сантиметровых у меня уже много следующий метр делим аналогично на 15 и 35 сантиметров и остаток не исключением на 15 и 35 сантиметров метровое полотно делим пополам еще раз пополам и еще раз пополам получаем 12-13 сантиметров прикину форму лепестка и вырезаю вот сейчас покажу и расскажу как делать не надо если вы решили что нужен лепесток формой поинтересней будьте готовы к тому что вырезать его придется не вынимая ножниц до конца в противном случае получится вот так конечно все можно исправить в конце концов это всего лишь бумага но хочется чтобы получалось все с первого раза и вот без таких косяков пробуем еще раз отрезок пополам 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 вырезаем до конца с обеих сторон теперь возьму только 4 лепестка и вырежу не вынимая ножниц до конца лепестка теперь возьму еще два и вырежу лепестки по-другому и легче и разнообразней и оставшиеся лепестки здесь будет вот такая форма разберемся с остатком 43 сантиметра пополам еще раз пополам вырезаю с обеих сторон до конца лепесток сделаю простой скругленный возьмем сразу несколько лепестков немного присборим закрутим и растянем кончиком лепестков придам изящный изгиб и при необходимости добавлю прожилок эта процедура повторяется со всеми лепестками чудо монтажа и все лепестки готовы пришло время вспомнить о лентах 15 сантиметровых я предлагаю немного сэкономить бумагу из всех лент вырезаю заготовки 15 на 12 сантиметров получится должно много затем подбираю половинки на одно из половинок вырезаю верхнюю часть лепестка клей наношу на одну из половинку и склеиваю их между собой пока клей горячий сразу сформирую лепесток присборить подкрутить растянуть получился лепесток высотой 30 сантиметров и так продолжаем пока все полоски не закончатся лепестки готовы и их пока в сторону вернем на стол большую ромашку начинаем клеить лепестки вырезанные из 3 рулона клеим на уровне 2 ряда немного присборяя по кругу в нахлёст стараемся попадать между лепестками предыдущего ряда 3 ряд завершён ромашка становится симпатичней но пока ее в сторону и займемся серединой для середины понадобится форма форму я сделаю из пластиковой 9 литровой бутылки и малярного скотча теперь поподробнее от бутылки отрезаю верхнюю и нижнюю часть вставляю одну в другую и фиксирую малярным скотчем собственно все форма готова хотя нет нужно вырезать горловину бутылки острый край бутылки заклею небольшими ленточками или обрезками бумаги внутрь формы на середину наклею обрезки красной бумаги это для того чтобы избежать просвечивания формы здесь правил нет просто заклейте середину очередной рулон бумаги 4 оттенок более светлый отмеряю и отрезаю 50 сантиметров складываю и разрезаю на 4 равные части по 12 сантиметров складываю пополам еще раз пополам и еще раз пополам вырезаю до конца с обеих сторон из полученных заготовок вырезаю скругленные лепестки аналогично вырезаем лепестки из второй полоски третье полотно делим пополам пополам чуть растягиваем и на три части четвертую полоску разделим также как первые две из узких полосок вырезаю скругленные лепестки лепесткам придам изящный изгиб присборим а закрутим расправим и растянем каждой партии лепестков стараюсь подходить индивидуально где-то изгиб в другую сторону где-то растяну край где-то подкручу возвращаемся к форме лепестки клеем сначала те что поменьше на основу немного отступив от края но так чтобы лепестки своим краем заходили чуть дальше середины горло бутылки клеем по кругу внахлёст лепестки первой круг завершён начинаем клеить лепестки побольше спустившись по форме один полтора сантиметра вниз клеем с нахлёстом я стараюсь подбирать лепестки с разным изгибом второй круг практически завершён оставшиеся лепестки распределяю по форме ну вот получилось как то так от 4 рулона отмеряю и отрезаю 50 сантиметров полученные разрежем на три равные части по 16 сантиметров сразу же от рулона отмеряем и отрезаем еще 50 сантиметров и разрежем на три равные части по 16 сантиметров нарезанные пока отложим сторону я предлагаю сразу нарезать бумагу более яркого оттенка это будет начало 5 рулона от рулона отмеряем и отрезаем 1 метр оба полотна разрежем на три равные части по 16 сантиметров в итоге у меня 6 ярких и 6 бледных полотна беру яркое полотно 50 на 16 сантиметров складываю пополам и еще раз пополам и еще раз пополам полученную заготовку вырезаю до конца с обеих сторон вырезаем лепестки можно обычные со скругленным краем со светлыми отрезками все действия аналогичные со всеми и яркими и бледными полосками работаем по этому же принципу лепестков получится много каждому лепестку придаем красивую форму лепестков много руки устали может на сегодня прервемся нет ну тогда продолжаем лепестки будем собирать в трех листники понадобится плотная бумага и степлер лепестки формируем соотношение два бледных и один яркий у основания немного присборив или заложив складки соединяем лепестки друг с другом светлые лепестки у меня закончились поэтому от рулона бумаги посветлее отмеряю и отрезаю 50 сантиметров и у меня еще останется остаток полотно режу на три равные части по 16 сантиметров и дальше продолжаю уже знакомый процесс производства лепестков чтобы добиться живости лепестков и возможность играть высотой предлагаю каждому трех листнику приделать небольшой прямоугольник из плотной бумаги размером примерно два с половиной сантиметра на четыре лепестков где светлый тон преобладает уже много перейду на лепестки яркие и поставлю их в приоритет таких у меня будет восемь штук возвращаем форму на стол клеить лепестки будем ориентируясь на кончики лепестков соцветия они должны возвышаться над предыдущими клеить будем по кругу с расстоянием между вспомогательными бумажками клеим на точку лепестков клеить лепестки из бензии кресток на том же уровне. 2 ряд завершён следующий третий ряд клею между бумажками 2 ряда вход пойдут и бледные трехлистники и трехлистники где яркий цвет преобладает лепестки закончились ряд завершён из остатков светлого рулона сделаем лепестки делим пополам по 25 сантиметров складываю на три части и вырезаю лепесток из второй половины вырежу такие же лепестки придам лепесткам нужную форму от рулона яркой бумаги отмеряю и отрезаю 1 метр и получаю остаток от рулона 43 сантиметра метр делю пополам по 25 сантиметров и сразу остаток тоже режу по 25 сантиметров начинаю обрабатывать полотна из остатка сворачиваю пополам и еще раз пополам ширина полотна 10 сантиметров разрезаем до конца с обеих сторон вырезаем и формируем листок метровое полотно разрежем пополам так удобнее вырезать лепестки складываю пополам и на три части вырезаю лепестки из второй части также делаю лепестки оставшийся метр режу на такие же лепестки и придаю им форму теперь сложу лепестки в трехлистнике с приоритетом и ярких лепестков формируя складки у основания лепестков вносим разнообразие складки сверху, складка снизу, складки вправо, складки влево и не забываем о вспомогательных бумажках если лепестки закончились можно подрезать из рулона номер 6 в итоге у меня получилось 6 трех листников только ярких и 8 штук с добавлением бледного лепестка этого хватит только на один ряд поэтому от рулона отмеряю и отрезаю 1 метр и вырезаю лепестки а также их формирую и собираю в трех листники лепестки сделаны можно продолжить их наклеивать начнем с трех листников с бледными лепестками у последнего наклеенного ряда имеются промежутки между вспомогательными бумажками и вот именно туда и будем крепить лепестки длиной 25 сантиметров клеим по кругу соблюдая очередность ряд завершён второй ряд клеим аналогично в промежутке предыдущего ряда лепестки закончились ряд завершён берем новый рулон номер 8 отмеряем и отрезаем 50 сантиметров оставшиеся полотно делим пополам и в итоге у нас полотна 1 метр 1 метр и 50 сантиметров 50 сантиметров сложим для удобства отмеряем и отрезаем 30 сантиметров оставшиеся 20 сантиметров пока откладываем в сторону с метровыми отрезками делаем все то же самое делим на 30 и 20 сантиметров 20 сантиметров в сторону 50 сантиметров сложим пополам еще раз пополам вырезаем лепесток полотно 1 метр пополам еще раз пополам и еще раз пополам вырезаем лепестки произвольной формы формируем трех листники у нас лежит коробка с лепестками которые мы собрали двух половинок трех листники между собой можно склеивать горячим клеем нарезаем еще один рулон это уже 9 сразу делим на 1 метр 1 метр и остаток все полотна делим на 30 и 20 сантиметров 20 сантиметров пока в сторону из 30 сантиметров вырезаем лепестки затем их формируем и складываем в трех листники теперь займемся полосками 20 сантиметров вырежем из них заготовки 12 на 20 сантиметров для этого метр сложим пополам еще раз пополам и еще раз пополам полученные заготовки предстоит склеить и превратить в лепестки длиной 40 сантиметров в верхней части формируем верх лепестка затем склеиваем вверх и низ и сразу пока клей не застыл растягиваем бумагу посередине формирую лепесток степлером прихвачу сборку у основания так обработаем все ленты 20 сантиметровые возвращаем на стол гигантскую ромашку начинаем крепить сформированные трехлистники клеим их отступив от края 4 сантиметра клеим прямо на лепестки расстояние между трёхлистниками примерно 5 сантиметров так проходим по кругу круг завершён если трехлистники остались заполните ими прорехи пришло время самых больших лепестков этого цветка 40 сантиметровых лепестки распределяем равномерно по кругу и крепим их отступив от края 2 сантиметра на картон цветок закрыл весь стол отступив 4 сантиметра клеим следующий так продолжаем клеить по кругу сейчас я соединю форму середину и основной цветок собственно процесс самого большого цветка завершён в этот раз цветку и я удивилась сама и по традиции удивляйтесь удивляйте и радуйте близких а у меня на этом все всем удачи пока пока пока